Привет! Это Полный Апгрейд и я Александр Авазов. Самые свежие новости из мира науки и технологий за 5 минут. В этом выпуске по ссылке будут доставлять летающие роботы. В Германии толпа любителей игровой приставки PlayStation чуть ли не разгромили супермаркет. 300 тысяч мазков на iPad и портрет звезды готов. Его не отличить от фотографии. Самолетами теперь можно управлять с мобильного устройства, правда только самодельными. Израильский разработчик создал миниатюрное устройство, которое крепится к бумажному летательному средству. Оно состоит из пропеллера и аккумулятора. Контролировать за перемещениями можно прямо с мобильного. Но нужно установить приложение. Оно посылает самолету координаты по Bluetooth. Если наклонить смартфон вправо или влево, то и самолет поменяет направление. Батареи хватает на 10 минут полета. Без подзарядки. А заправляется самолет с помощью обычного USB разъема. Гаджет защищает от удара в корпус из углеродного волокна. Сейчас разработчики собирают деньги на запуск устройства. Для этого им необходимо 50 тысяч долларов. Однако они уже перевыполнили план почти в три раза. Базовая конфигурация, пропеллер и аккумулятор обойдется в 40 долларов. А вот компания Amazon хочет использовать летающие устройства, или как их по-другому называют, дроны, для доставки своих товаров покупателям. Об этом на днях в интервью телеканалу CBS заявил генеральный директор компании Jeff Bezos. Дроны смогут перевозить товары весом 2,5 килограмма, а это почти 90% всех заказов Amazon. Доставлять покупки смогут в радиусе 16 километров. Максимальное время от заказа товара до его получения сократится до получаса. Сейчас компания работает над технической стороной проекта. Его реализация займет до пяти лет. Amazon добивается разрешения на полеты беспилотных дронов. Основатель Microsoft Билл Гейтс в своем интервью с CNN поддержал начинание, однако посчитал планы Amazon слишком оптимистичными. «Радует то, что до сих пор есть люди с подобными мечтами», – добавил он. Это не сцены фильма про нашествия зомби, как могло бы показаться. В Германии начались продажи четвертой версии PlayStation, и нетерпеливые геймеры хотели обогнать друг друга, чтобы поскорее купить новую игровую консоль. Продажи PlayStation начались в США по цене 400 долларов. За первый день продаж компания Sony удалось реализовать более 1 миллиона приставок. И это самый удачный старт продаж за всю историю компании. В России приставка появилась спустя две недели после США, 29 ноября, по цене 19 тысяч рублей. Почти 300 тысяч москов на iPad и портрет актера Моргана Фримена готов. Его не отречить от оригинала. На работу художника Кайла Ламберта ушло 200 часов. Получившееся изображение он назвал самым реалистичным из всех, что когда-либо были нарисованы пальцем. Портрет был полностью создан в графическом редакторе Procreate. Он запоминает каждый мазок и сохраняет работы видео. Морган Фримен не первая знаменитость, которую нарисовал художник. До этого были Рианна, Бейонсе и другие звезды. Но эти рисунки были похожи на обычные картины. Это все новости на этой неделе. Набирайте rostovlive.ru в строке вашего браузера. Там все выпуски нашей программы. А сейчас видео из сети, как ученые упрощают самодельных роботов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова